Каспер Уэйр 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 Там у него мяч выбивают. С третьего раза тоже не точно. И теперь уже подбор за ЦСКА. Замисывает этот подбор на свой счет. Уже находится на трехочковой дуге Эмба. И неужели он действительно видел Ливио Жаншар? Теперь уже Касаткин в атаке против Остапковича. Мяч защитник Эмба теряет. Остапкович не глядя. Отдавал от передачи у нас Самсона Руженцева. Свои броски не сбивать. Лопатин. Допускает еще один промах. Уэйр на Жаншарля. Ливио готов толкаться с любым самим. 7 секунд в этом ладине у армейцев еще будет. Жаншарля теперь уже толкается с Минченко. И через него забивает. Достойный кандидат у него будет. Андрей Лопатин вернулся на площадку. Тоже довольно-таки быстрый, скоростной. Четвертый номер. Руженцев. В этом матче 10. И возможно сейчас будет брать инициативу на себя. Коновалов. Хорошая передача внутрь. И Максим Барашко забивает сверх. Андрей Лопатин против как раз-таки Семена Антона. Димушин. 5 секунд остается. Тимофей никуда не торопится. Он главный специалист по броскам в концовках. И снова мяч в руках Уэйра. Скидка на Жаншарля. Ливио успевает. На первом месте по результативности. 88 с половиной очков. Исмаилов пытался в касание переправить мяч в корзину. Вышло не совсем удачно. Руженцев со средней. Берет разбег. 3 секунды на бросок. Макам со средней промакивается. И МБА выигрывает чужой щит. Каменка. Наливался. Находясь на периметре. Но Каменка решил взять инициативу на себя. И очки набрал. Еще одна. И 30 сентября. Первая игра регулярного сезона. Понимали, что эта команда может дать фон. В розыгрыше опять Каспер немножко уходит в тень. В плане набора очков перехватов Макар Акновалова. Стал Уэйр правила нарушать. Забров. Кольца. Стопкович. Но сейчас армейцы как будто намеренно делают затяжные атаки. Но и в них успел он поиграть. Еще Андрей Николаевич Мальцев. Который сейчас возглавляет Химки. Но это Самсон Руженцев. Еще один полет возможности Жан-Шарля. Плюс нужно учитывать, что Левио далеко не самый высокий игрок. Но Кардакишвили отправляли его в свое время в аренду в нижний. Сейчас пытается закрепиться в основной команде. 14 секунд на площадке Клеб Шейко. Осталось это как-то незамеченным. Но ЦСКА по-прежнему ждет своего шанса. Молодой. Стал открывать сам. Кардакишвили предлагает все-таки спрошить бросок десятому номеру ЦСКА. И Самсон Сивы. Зеркальный счет у нас за минуту до конца третьей четверти. Кримбал получает мяч под кольцом. И здесь, конечно, Сивы играет спиной кольцо. Против него два баскетболиста. Голдарев подсказывает, что Левио открытся. Но здесь... Придумывать Якушину. Атакует с дистанцией. Не забивает. И Михайловскому здесь не дали забрать подбор. Голдарев снова по фаталей. Шейко с мячом. И отправляется в Корсия. Понятное дело, что совершить чудо камбэк, скорее всего, у МБА уже не удастся. Михайловскому. Никита делает хорошую придачу в угол. Самсон кружится в МБА. Что, в смысле, то, что предыдущая встреча для ЦСКА получилось довольно непростой. Не стоит рассчитывать на то, что на эту уникс. Слопатина. Тот против Михайловского отковать не стал. Вторая попытка. Третье мяч. Сделал передачу на Жан-Шарля. Тот толкает с Лопатином. Вблизи трехсекунный. И снова его обыгрывал. Гарда Накишвили все-таки набирает два очка в этом проходе. Был еще в единый лигер. По всю историю запятан сезона. Лишь 9 декабря. На последнюю атаку за МБА мы с вами наблюдаем. И в проходе набирает Паша Исмайор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...